В этом видео хочу поговорить о наглых перезаливщиках моих видео на ютубе. Так уж повелось, что когда ты становишься популярным ютубером, у тебя появляется огромное количество как хейтеров, как преданных фанатов, так и просто залетных зрителей. Большинство адекватных зрителей моего канала это те ребята, которые однажды увидели в рекомендациях или в похожих один из моих видеороликов, им этот ролик понравился, они подписались, посмотрели еще парочку моих видео, и каждый раз, когда я выпускаю новые ролики, такие ребята переходят по уведомлению и смотрят его. Либо если в данный момент смотреть мой ролик у них нет времени, после того, как закончат свои дела, заходят на ютуб во вкладку подписки и смотрят ролик оттуда. Но валетки же, если видят, что кто-то выложил видос, тут же бегут стращить комменты, что они первые, однако эти дебилы не понимают, что они на самом деле не первые, а просто комментарии не сразу все отображаются. Но есть и отдельная категория особенно отбитых супостатов, которые скачивают каждый ролик определенного ютубера, или же нескольких ютуберов, и в случае, если ютубер захочет этот ролик на своем канале удалить или скрыть, малолетнее дерьмо перезаливает его себе на канал. Зачем они это делают, спросите вы, а я вам отвечу. Нет-нет, не потому что они не хотят потерять видео любимого блогера, а потому что они хотят таким образом набрать просмотров и подключить на своем канале монетизацию. Непонятно только одно, чего они там заработают? Ведь в нынешних реалиях монеты им даже на игру в стиме не хватит. Хотя почему же? А, ну да, если в стиме покупать, то не хватит, но мы-то с вами, ребята, более прошаренные. Ведь существует замечательный магазин с ключами под названием GGSell. Но это не какой-то лохотрон, где продаются ворованные аккаунты, а вполне себе безопасный магазин, в котором ты можешь купить либо аккаунт со всеми данными, чтобы потом их поменять, либо же ключ от самой игры по вполне себе божескому ценнику. А безопасность заключается в том, что твои кровные идут не напрямую продавцу, а временно остаются в системе магазина. И если, допустим, аккаунт оказался краденым или ключ нерабочим, то связавшись с поддержкой, ты можешь спокойно вернуть свои деньги. А самая изюминка в нынешних реалиях заключается в том, что на сайте ты можешь покупать игры даже без использования стима. А также на сайте просто огромный выбор VPN-ов, которые в наше время очень актуальны. При покупке ключей или аккаунтов настоятельно рекомендую обращать внимание на рейтинг продавца, который на этом сайте, слава богу, максимально прозрачный. Да и вообще, что я вам это всё рассказываю, переходите по ссылочке в описании и экономьте на играх по максимуму. Более подробно о том, для чего малолетки перезаливают чужие ролики, причём зачастую не только удалённые, а даже те, которые ещё висят на каналах у ютуберов, и каким образом они выбивают себе монету, я вам сейчас расскажу. Вы же все знаете такой канал, как Влад А4. К сожалению, я тоже такой знаю. Так вот, на данный момент это самый популярный ютубер во всём СНГ-пространстве, снимающий детский контент. Его аудитория — это преимущественно детишки, ну, лет пяти-семи. Разумеется, эта аудитория глупая. Очень глупая. Чем как раз-таки и пользуются перезаливщики? Если мы зайдём в комментарии под любым из роликов Влада А4, то можем увидеть, как у него в топе красуются сплошные пиарщики каких-то фан-аккаунтов, связанных с Владом. Причём некоторые фан-аккаунты Влада А4 набирают какие-то бешеные цифры по подпискам. А всё почему? Потому что малолетки в большинстве своём глупые, и они гораздо более охотно ведутся на такой спам в комментариях по типу «На моём канале ты увидишь интимное видео с Владом А4». В общем, к чему я это всё? А к тому, что раньше на эти фан-аккаунты просто в наглую перезаливали видосы Влада А4, и они там набирали по 100-200 тысяч просмотров. Разумеется, так как раньше настройки контент-айди у Влада А4 на канале не было, то все эти перезаливщики ещё и получали доход с монетизацией на перезалитых видосах. Помните, раньше я бомбил, когда партнёрка Влада А4 забирала у меня монетизацию, когда я вставлял небольшие отрывки его роликов? Оказывается, его партнёрка делает это автоматически, чтобы защититься от таких вот перезаливщиков и забрать их монетизацию себе. В принципе, вполне справедливо, наживаешься на моём имени, отдавай мне монетизацию. И я бы тоже по-хорошему мог подключить контент-айди к своим роликам, но я этого не делаю, потому что, во-первых, я сам зачастую использую чужой контент в своих видосах, а контент-айди можно подключить только к полностью авторскому контенту, каким, к примеру, тот же канал Влада А4 является. Да, прозвучало сейчас, конечно, как анекдот, но под полностью авторским контентом я имел в виду то, что в ролике, к примеру, не использованы фрагменты из чужих видосов, что зачастую делаю я. А во-вторых, даже если бы у меня и была такая возможность, я бы всё равно этого делать не стал, так как я ничего не имею против того, что какие-то ребята, к примеру, снимают на меня реакции. Я даже сам иногда эти реакции смотрю. Если хотят снимать, пусть снимают. Мне даже приятно. И вставлять таким ребятам палки в колёса, тем, чтобы на их видео автоматом прилетал контент-айди, я не собираюсь. Другое же дело, наглые перезаливщики моих старых роликов, ныне уже удалённых с канала. Так уж получилось, что сейчас на моём канале более 300 роликов, но по факту всего их было где-то 330 или 340 точно. Какие-то видосы я удалил по той причине, что они мне попросту не нравились. Какие-то у меня получили жёлтую монету, и мне пришлось их удалить, чтобы выполнить условия для золотой кнопки, которую мне, кстати, так и не дали. Также мне прилетали страйки, например, на видос про школьников с ягуаром, за то, что я там показал подростка с сигаретой в руке. И я судорожно побежал скрывать все ролики на канале, где было хоть что-то похожее. Так как вы все прекрасно понимаете, 4 страйка и канал выпиливают. Поэтому как бы себе дороже было такие ролики скрыть. И вот вроде бы, ну скрыл я видосы и скрыл. Если скрыл, значит, наверное, мне не особо хочется, чтобы кто-то их видел. Но находятся же мудоёбки, которые скачивают каждый мой видос, который я выпускаю, и как только этот видос на канале исчезает, выкладывают его себе на каналы. Разумеется, такие перезалитые видосы зачастую набирают приличное количество просмотров. Ведь фанаты же интересуются, а куда исчезло видео моего любимого ютубера? А потом эти абрыганы включают на таких каналах монетизацию и зарабатывают, по сути дела, на чужом контенте. Помню даже, как один раз был такой случай, когда мне пришлось перезалить ролик на свой канал из-за проблем с рекламодателями. То есть как, я его выгружаю, через полчаса мне его пришлось удалить, я там кое-что поменял и перезаливаю обратно. А какое-то малолетнее чучело мне, значит, страйкует мой ролик, что якобы я нарушил авторские права, и у меня есть 72 часа, чтобы этот ролик удалить. То есть вы поняли, да? Он перезалил мой удаленный ролик, а затем на мой же канал кидает мне страйк. Слава богу, удалось с партнеркой этот вопрос порешать, и в итоге канал этого шкалопеда навечно отлетел в далеко эротическое. А самое забавное для меня это нокаутировать каналы таким вот мамкиным перезаливщиком. Большинство из этих дегродов ведь не знают, что мои удаленные видео, они как бы не удаленные, а скрытые из общего пользования. То есть на моем канале посмотреть этот ролик вы не можете, однако страйк за перезалив этого ролика я кинуть вполне могу. И я частенько так развлекаюсь, нахожу уже заряженные каналы с перезаливами моих видосов, и если как минимум 4 ролика на его канале это мои не удаленные, а скрытые видео, то я такие каналы просто-напросто забрасываю репортами по авторским правам. 4 репорта это страйк без возможности создавать новые каналы, вот такой вот я жестокий. Я помню мы еще ржали, мы как-то с моим давним товарищем по ютубу сидим базарем в дискорде, и тут я нахожу какой-то канал, где прям в 1080p перезалиты его старые ролики с лицом. То есть вы поняли, да, чувак уже давно свой канал не ведет, ролики оттуда поскрывал, и тут какой-то чертополох выкладывает все 200 его роликов в Full HD качестве за один день. Тот такой посмотрел и думает, ты чё, хренела шуль, дерьмо малолетняя? И начинает накидывать ему репорт за репортом. Чуваку снесли канал уже через час. Поэтому совет для всех ютуберов, как крупных, так и маленьких. Если вам вдруг пришла в голову идея, что какой-то ролик на канале вам больше не нравится, то не вздумайте его удалять, а лучше скройте под замок, чтобы всяким подобным перезаливщикам в случае чего раскидывать страйки. Не позволяйте зарабатывать бездарям на своем контенте. Нет, я еще могу понять нарезки со стримов. Например, я подписан на несколько каналов, где нарезаются стримы того же Стаса, как просто того же Глада Валакаса, и вот эти люди в принципе делают благое дело. Они полностью отсматривают стримы того же Глада Валакаса, которые идут там часов по семь, находят там самые смешные моменты, вырезают их, рисуют превьюшки, чтобы я, например, мог посмотреть какой-нибудь рофл-звоночек Глада Валакаса в отдельном видосе, а не искать его на семичасовом стриме. Да и вообще, в принципе, ничего плохого в том, чтобы делать нарезки со стримов, я не вижу. Также, например, я не вижу ничего плохого в том, чтобы делать реакции. Ну да, по сути, человек наживается на твоем контенте. Но многие реакции мне, например, смотреть очень приятно. Мне приятно, что я сделал смешной видос и смог этим самым кого-то другого повеселить. Но наглые перезаливщики моих старых роликов, моих новых роликов будут закиданы репортами. Что ж, а на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно жмякайте на колокольца, чтобы не пропустить мои следующие видео.